Здравствуйте, друзья! Мы снова продолжаем разговор про рисование. И сегодняшняя тема – это одно из самых сложных упражнений, которое дается в художественных вузах и которое дается в учебных, скажем так, институциях, в которых развивается умение правильно видеть форму. Что это за упражнение? Это упражнение рисования по памяти. И как оно выполняется? В большинстве случаев делается это следующим образом. Это лист, который человек ведет на протяжении 4, 8 или 10 занятий, в которых он внимательно отрисовывает, допустим, человеческую голову. Человек проходит сложнейший путь от того, что он выстраивает местоположение носа, глаза, уха, он ищет местоположение всех-всех элементов, которые здесь есть. Потом он последовательно, анализируя эту форму, создает светотеневую структуру внутри портрета. И как только он сделал все, что он мог до основного предела, требует анализа, насколько он понял то, что сделал. То есть, бывает путь, когда вы просто срисовываете форму, просто вы очень быстро перебрасываете глаза с модели на рисунок, с модели на рисунок, с модели на рисунок, и просто тщательно срисовали внимательно, если вы очень внимательный человек. Но что должно быть? Нужно, чтобы внутри вашей головы остались воспоминания о процессе ведения листа. И это проверяется как раз именно этим заданием. То есть, как это происходит. Лист, который только что закончен, на следующее занятие, на следующий день, на следующую неделю, неважно, когда, вы вешаете новый чистый лист. Этот лист вы полностью убираете, не смотрите на него вообще. Он не должен быть как подсказка, не должно быть модели, с которой вы это рисуете, вообще ничего. И вы начинаете полностью восстанавливать этот лист. Так вот, все, что вы запомнили, что было проанализировано, если человек точно проанализировал характер рисования брови, и если он точно проанализировал характер рисования носа, уха, все, что он делал, было в связи друг с другом, он с легкостью восстановит этот же рисунок. И тот рисунок, который вы делали 10 занятий, скорее всего, вы нарисуете за одно занятие. При этом на листе все, что было понято, тут же будет очень хорошо и ясно рисован. Если здесь вы шли через сознание, то есть вы сознательно действовали, то здесь это будет вылезать как будто бы из внутреннего вашего мира, и за счет этого все линии будут чуть более чище, штриховки будут чуть-чуть ровнее, потому что они являются всего лишь повторением того, что так долго осознавалось. Так вот, этот рисунок может получиться значительно лучше, звонче и приятней, чем все то, что вы делали в этом листе. Если же вы чего-то не запомнили или что-то не поняли, то в этом листе это просто не появится, потому что воспоминаний у вас не будет. Это то задание, которое выполняют в обязательном порядке все студенты, или должны выполнять в обязательном порядке все студенты, потому что когда человек рисует глаз, который он запомнил, он может нарисовать его по памяти много раз, потому что он помнит, как он устроен, как рисуется. Если человек запомнил, как рисовать губы, он нарисует губы. Если запомнил, как рисовать ухо, соответственно, осознал форму, проанализировал ее, запомнил все завитки противозавитки, соответственно, он тоже их нарисует. Но если этого анализа не было, соответственно, и не выползет ничего. Поэтому это задание, которое в обязательном порядке выполняется. Теперь второе упражнение – рисование по памяти. Так оно называется. Это когда человек рисует предмет, на который он смотрел короткий промежуток времени. Как это выполняется? Есть два способа. Способ более халявный – это когда кто-нибудь позирует вам, этот человек стоит, например, в профиль, вы видите его профильную структуру, и он своим профилем позирует вам следующим образом. Он в профиль, вы смотрите на него ровно одну минуту или сколько хотите времени, договоритесь изначально, и дальше этот человек отворачивается от вас. И вы должны нарисовать то, что запомнили. Если в момент, когда вы на него смотрели, вы запомнили только линию лба с переносицы и нос, то дальше воспоминаний не будет. Это значит, что вы воспринимали портрет не целиком, а вы смотрели только на вот эту часть. И тогда вам придется попросить человека развернуться снова и восполнить воспоминания, которые есть. И понять, насколько точно вы увидели взаимосвязь одного предмета с другим. Самая острая система умения воспитать свою память, воспринимать предмет сразу очень остро, это вот это упражнение. Поэтому, если у вас есть такой человек, который вам будет помогать, поворачиваться время от времени, то это будет просто идеально, потому что вы заметите, что вы, допустим, запомнили теперь ноздрю, но не запомнили, как она привязана к глазам. Но если вы запомнили это, то, соответственно, эти воспоминания останутся у вас навсегда. Почему мы сейчас говорим об этом задании? Оказывается, человек рисует не то, что видит, а он рисует только то, что помнит. И поэтому мы тренируем именно воспоминания. Или тренируем нашу память для того, чтобы запоминать эти структуры. Это то упражнение, которое проделывается многократно. И каждый, кто выполнил эту процедуру при помощи своего друга, товарища, отрисовывая этот элемент, это просто прекрасно. Теперь усложняем задачу. Вы идете куда-нибудь в общественное место, вокзал, общепит, место, где вы кушаете, или могли бы покушать какую-нибудь пиццерию, если они уже открыты и работают. Что вы делаете? Вы садитесь таким образом, чтобы видеть очередь. Человек будет находиться в очереди или в момент, когда он покупает что-то, очень короткий промежуток времени. И если вы посмотрели на него, а он же шевелится, он же не знает, что он вам позирует. Поэтому, если вы на него смотрите и смогли запомнить только кепку, значит, вы успеете нарисовать только кепку, и он ушел. Если вы внимательно рассмотрели и запомнили кепку с ухом, значит, у вас будет кепка с ухом. Если вы запомнили его усы и его бороду вместе с кепкой, значит, у вас будет уса и борода. То есть, вы будете понимать, насколько вы сконцентрированы в этот момент. Так вот, оказывается, внимание человека таково, что вы можете за очень короткий промежуток времени, практически несколько долей секунд, наблюдая, сразу одновременно запомнить и кепку, запомнить и лоб с челкой, и можете сразу запомнить и бровь, и глаз, и ухо, место положения этого носа. Вы можете сразу запомнить пухлость губ и пухлость подбородка. Вы запомните одновременно сразу все, если будете внимательно сконцентрированы на запоминании взаимоотношений. Потому что память, которая таким образом работает, формирует взаимосвязь одного предмета к другому. Теперь, когда вы запоминаете таким образом, вы не запоминаете отдельно нос, вы не запоминаете отдельно бровь, которую мы тренировали вот здесь. Вы запоминаете взаимосвязь этих предметов друг с другом. Тогда и происходит великолепная память, стопроцентная, навсегда срабатывающая. Поэтому это самый удобный способ. Мы все, делая наброски в метро, делая наброски в общественном месте, запоминаем, как это устроено. То есть, если человек, например, едет в метро и смотрит мобильный телефон, соответственно, есть характерное положение руки, складок, положение ног. Одна нога закинута на другую ногу, она болтается здесь и здесь. И вы запоминаете движение, если делаете короткий рисунок, тем самым позволяя себе сразу увидеть характер всей фигуры. То есть, это очень важный момент тренировки воспоминаний. Это и есть рисунок по памяти, если угодно, второе упражнение. Теперь упражнение куда как более сложное, мне так кажется, это когда вы пытаетесь рисовать предмет по памяти, который не является человеком. То есть, является предметом для вас абстрактным. Вот, например, если вы не любите рисовать кружку или не любите рисовать дом или церковь, соответственно, вы должны нарисовать именно этот самый сложный предмет. Если вы смотрите на кружку и внимательно абстрактный предмет воспринимаете очень точно, запоминая, как ножка прикреплена, какова толщина самого стакана, сколько в нем желобков и выгубин, это называется тренировка памяти. То есть, соответственно, вы на стол можете выложить несколько предметов. Например, поставить чашку, пусть лучше только кто-то сделает за вас, положит яблоко, положит салфетку, которая здесь будет, может быть, это будет какая-то книга. То есть, это несколько предметов, которые будут лежать на столе. У вас будет минута на то, чтобы рассмотреть этот предмет, и потом эта вся часть убирается из вашего взгляда, ну или вы уходите, и вам нужно зарисовать все, что вы видели. Точно так же можно показать фотографию какого-нибудь места, и вы должны ее нарисовать. Это должен быть пейзаж или еще что-то в этом духе. Зависит от того, что вы запомнили. То есть, если перед вами церковь с куполами, которые вы видите, соответственно, вы запоминаете ее. Но если вы смогли запомнить решетку ограды, которая была здесь, запомнить людей, которые стояли перед ней, запомнить деревья, которые росли сзади, запомнить тропинку, которая шла сюда вперед, машины, которые здесь стояли. То есть, это система запоминания предметов и концентрации на структурах, которые приводят к нас к следующему развитию. Для чего нам нужен рисунок по памяти? Это когда мы начинаем внутри композиции сразу чувствовать пятно пустых пространств, пятно предметов, которые являются для нас вторичными и неинтересными. Поэтому, когда вы перейдете после этого упражнения к рисованию портрета, вы вдруг по-другому начнете видеть, например, у него будет галстук, или пуговица, или это будет молния. Вы вдруг неожиданно увидите рваную или испачканную одежду, количество застегнутых или не застегнутых пуговиц, качество узора на поверхности этой тюбетейки или то, что будет у человека. Вы начнете замечать все остальные структуры прыщичков или структуру ткани, которая будет формировать не только одежду, но и там еще что-то. Поэтому очень важно эти упражнения выполнять и тренироваться чем чаще, тем лучше. Мы, конечно, ленимся, и никто этого не делает в большинстве случаев, но если вы хотите резкого прогресса и умения стать невероятным художником, то это упражнение для вас. Поэтому увидимся в следующих видео. Я надеюсь, что вы сильно продвинетесь вперед. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!